всем привет сегодня 9 мая я всех поздравляю с этим праздником и хочу показать вам как мои растения перенесли ночные заморозки в течение трех дней в ленобласти тюльпаны полном порядке как вы видите здесь я делаю небольшое укрытие все в принципе хорошо посидела идем далее смородине самое интересное гортензию посмотрела она в порядке здесь тоже все распускается заглянем под тонколистный пион посмотрите он не пострадал посмотрим что со смородиной посмотрите ягодки мало того что не пострадали так еще и распустились цветочки и это очень здорово это значит что моя смородина перенесла заморозки прекрасно все-таки не зря я укрывала вот таким вот материалом это получается у меня 60 плотный 60 в два слоя уверена что и здесь смородина зимовала хорошо так скажем в мае да немножечко здесь посмотрим вот эта веточка была вообще без укрытия и тоже цветочки на месте по крайней мере они не отвалились так проверим ревень так ревень в порядке тоже посмотрите спрятала его от заморозков больше уже не ожидается ночную температуру именно минусовых ожидается только один-два градуса но я думаю это уже не критично а вот с белой смородины у меня слетело укрытие посмотрите немножечко все таки тут вот прихватило но в целом все вот эти вот завязи пока на месте надеюсь что они не отвалятся но вот 10 явно не будут они уже цвести так что вот такие вот дела посмотрим что здесь под этим укрытием посмотрите даже вот такие куски снега и льда вот здесь есть что говорит о том что действительно заморозок был вот здесь удалось не докопаться до куста и посмотрите как вот неплохо пережили заморозки мои кусты так что укрытие все же стоит сделать если у вас грядут еще заморозки думаю что это эти меры позволят все-таки сохранить урожай крыжовник у меня еще не цвел поэтому я его не укрывала и посмотрим красную смородину вот красная смородина тоже все завязи на месте все листики в порядке ну благо что они только начинали распускаться вот немножечко видно здесь что подмерзли но все равно такое хорошее плотное укрытие свой результат дает чубушнику ничего не сделалось пионы также все растет все в порядке больше всего я переживала за грушу поскольку она набрала вот здесь вот завязи но не успела их раскрыть будем надеяться что все-таки пострадали цветочки буду наблюдать за ней конечно же укрыть прямо все 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 мне не получалось ну вот вроде бы как все в порядке теперь интересно как перенес это виноград он у меня еще не начал вегетировать но и был замульчирован с зимы я уже научена горьким опытом в том году открыла в мае рано все листики за мной ой там как тепло внизу земля прям теплая что я думаю тоже вон вот почки набухают пока сидит пускай посмотрела я прогноз погоды в ленобласти недалеко от морозовского поселения участок у меня находится в ленобласти тут в орешках и следующую пятницу уже будет совсем тепло и можно будет даже наверное уже высаживать помидорки в теплицу тюльпаны здесь тоже не замерзли так переживала я за флоксы которые пересадила ну вот тоже они хорошо это из дома я привозила саженцы пока пускай сидят под ведром словом заморозки не сильно побили мой сад будем надеяться что и клубника тоже сейчас посмотрим щавелю точно ничего не стало он прям колосится тархун тоже даже не замерз ни разу ну клубника так немножечко прихватилась мы будем надеяться что все же укрывной сверху и от этого защитил а вот что действительно пострадала так это моя роджерсия посмотрите она повесила свои листики все вот они прям увяли растение сильное надеюсь что пойдут от корня новые росточки тюльпанам вообще все ни почем они сидят себе как будто даже и нормально рододендрон он холодостойкий гортензия тоже вроде бы не отмерзли почки так что все в порядке буквица и тоже вообще как будто все равно и вот пожалуй последнее растение которое покажу вам это вероника колосистая ее высадила из рассады вот сюда и накрывала просто вот таким вот пластмассовым от фонтана тазиком в итоге она тоже перенесла заморозки вот хорошо вполне так что укрытия наши действуют работают еще из пострадавших у меня бадан все цветочки которые набрал все повисли на замерзли листва конечно нет будем надеяться что отойдут что делать что касается теплицы то здесь в полном порядке редиска она в принципе холодостойкая капуста пекинская вот по тому краю они заморозков даже не почувствовали на этой стороне у меня посажены салаты они тоже в принципе холодостойкие тоже они абсолютно не пострадали и даже подросли также здесь растет у меня шпинат и лучок по той стороне посадила свеклу также она продолжает проклевываться как и собственно до заморозков что касается сортов салата я хочу показать вам какие я посадила это вот такой краснолистный салат сорт манушак называется семена я заказываю напрямую из научного центра овощебахчевых культур республики армения у меня с ними договор поэтому они мне присылают хочу отметить абсолютно всхожие сто процентов все семена здесь тоже их салат вот такой вот зелененький классический канач гангур вот если кому-то нужны тоже семена салата огурцов помидоров перцев армянские турецкие итальянские немецкие венгерские всякие разные все это вы можете найти у меня на сайте и спокойненько заказать ссылку я оставлю прикрепленном комментарии что касается больших плодовых деревьев яблонь груш то нот груша еще непонятно перезимовали и и пережили заморозки и вот эти росточки или нет но яблоня вполне себе выглядит живой слава богу что она не успела распустить цветы да то есть такое позднее начало вегетации но в целом все хорошо ну и пионы пионы в полном порядке вообще прекрасно подросли так что все здорово укрывайте свои растения если идут заморозки и это обязательно поможет